Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Хотели поговорить с вами про новости, которые появились вот буквально недавно, не далее, чем позавчера уже теперь. В РЖД, по вашему же сообщению, вербуют контрактников на войну. Вы выкладывали документ, в котором прописано даже наличие какого-то плана. А как вы считаете, как вы вообще оцениваете то, что происходит? Это только начало или это та точка, после которой уже таких вербовок больше не будет? Я думаю, что кампания по вербовке в России началась давно, и это не последний пример, когда в паблик утекают похожие документы. Мы раньше видели, что на крупных компаниях, в господприятиях и просто в крупном бизнесе циркулировали документы, говорящие о том, что, и сведения поступающие о том, что работников призывают, принуждают, не знаю, агитируют идти и поступать на контракт, и ехать на войну с Украиной. РЖД — крупная российская компания с государственным участием, поэтому было бы глупо думать, что ее войдет такой вопрос стороной. Также следует помнить, что среди мужчин, которые работают в РЖД, туда очень охотно берут с опытом прохождения военной службы. И у многих мужчин там действительно имеется боевой опыт. А о каких регионах идет речь? То есть РЖД же представлено в каждом практически регионе. Вот сейчас конкретно этот документ, он откуда? И откуда поступают такие сообщения? Ну, мой источник, который мне прислал этот документ, говорит, что это целина по всем регионам. Данный циркуляр просто пришел с востока, поскольку, видимо, до туда и раньше информация доходит. Алексей, а как вам кажется, вот подобная вербовка, подобная на огромных предприятиях, это уже можно назвать скрытой мобилизацией, частичной мобилизацией, ползущей мобилизацией? Или она нас только ждет впереди? Ну, слушайте, тут все вопросы в терминах, что такое мобилизация. Если судить о федеральном законе мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, то мобилизация – это комплексные мероприятия по переводу органов управления государством, экономикой, на подготовку к условиям военного времени. Если же в обыденном обиходе использовать слово мобилизацию, конечно, она идет, и все эти попытки, призывы сагитировать большее количество людей, пойти служить по контракту за деньги – это как раз примеры этого. То есть сейчас пока не идет речи о принудительной мобилизации, обязательной мобилизации, что, собственно, по закону и подразумевает. Сейчас идет речь о том, чтобы собрать со всей страны тех, кто добровольно желает пойти за деньги, либо по велению сердца, если это так можно сказать. Пока такие ресурсы есть, и пока до обязательной мобилизации дело не доходит. Много ли добровольно соглашаются идти? Есть ли у вас такая информация? Ну, вы же понимаете, что я не сижу на всех призывных пунктах в стране, да? Даже если бы хотел. Вот по РЖД, по этому предложению от РЖД, например. Это РЖД, этот циркуляр поступил мне буквально позавчера, поэтому никакой новой информации у меня нету о том, насколько она успешно идет, и компания, если она идет, тоже нет. Если вы там читали пункт 10, мне уже очень нравится, что никого не надо принуждать к подписанию контрактов, но и отговаривать не нужно. Поэтому я думаю, что в РЖД тоже не будут штабных выпрыгивать, пытаясь выполнить этот план. Но и препятствовать, опять же, они не будут. Пойдут ли люди, не знаю. Обычно к нам обращаются где-то спустя месяц-полтора, после того, как такие компании разворачиваются. Мы посмотрим. Пока еще от РЖД к нам ни с какими вопросами, ни с какими жалобами не обращаются. Сейчас идет другая проблема, на самом деле. Сейчас идет вал обращений в связи с призывом на военные сборы граждан, находящихся в запасе. И вот тут есть о чем подумать, потому что, если в начале этой кампании она охватывала только северо-западные регионы России, в основном направлялись люди для прохождения военных сборов в переграничность Украины области, Белгородская, Брянская, там, кто еще у нас, там, Курская, для ремонта и восстановления техники, как правило. То сейчас эта кампания распозвалась по всей стране. В каждом регионе граждан вызывают военкоматы, вручают повестки на отправку на военные сборы. И эти военные сборы уже не только в приграничной территории, но и в действующей воинской части. Именно с целью повышения боевой готовности вызывают, как правило, на полтора-два месяца, то есть на максимальный срок. И количество этих людей говорит о том, что их заметно больше, чем требуется для восстановления техники. Поэтому можно осторожно предполагать, что российское руководство готовится в конце осени, начале зимы к какой-то новой фазе военной спецоперации, и что для этого требуется уже достаточно большое количество подготовленных, я в данном случае немножко, наверное, стоит поставить слово «подготовленных» в кавычки, специалистов, потому что если мы вспомним, как набирают добровольцев, то от силы готовят в неделю 10 дней. А здесь все-таки у запасников готовят, уже собираются готовить полтора-два месяца. Это хотя бы тоже небольшой, на самом деле, для подготовки срок, но уже заметно больше, чем одна неделя. Все-таки людей можно большему научить. И хочу еще сделать одну ремарку, что в основном набирают людей технических специальностей, имеющих за плечами опыт военной службы недавних. То есть для кого можно, видимо, в кратчайший срок восстановить какие-то боевые навыки. Могут ли со сборов прямо отправить на войну или сборы проводить на территории Украины? Ха, вот хороший вопрос. На военную спецоперацию, на боевые действия со сборов отправить не могут, потому что главная задача военных сборов — это обучение и повышение боевой подготовки. Соответственно, они распространяются только на территории России. Но мы же тут все слышим с вами разговоры о референдумах. Только он будет проведен. Как только Совет Федерации и Госдумы одобрят вступление этих регионов в состав России, так будет территория России, соответственно, и срочников можно будет направлять на эти территории, и военные сборы можно проводить на этих территориях. Так что тут есть засада. Также засада в том, что многие люди не видят опасности для себя в участии в этих сборах. Ну, многие так. Если на войну немногие готовы идти, то на военные сборы, в принципе, они согласны. Там два месяца потерпеть — это такая для них. Они воспринимают многие эти сборы как такую войнушку, игру в зорницу. Ну, там, адреналинчику себе... Алексей, а если я понимаю опасность сборов? Я сейчас хочу сказать важную мысль. Те, кто прошел эти военные сборы, должны понимать, что в случае объявления мобилизации, даже частичные, именно они и будут в первую очередь мобилизованы. И в этом и заключается основная опасность этих сборов, если я правильно поняла. А если я понимаю опасность сборов и не хочу туда ехать, имею ли я право отказаться, получив повестку? Тут вопрос тоже хитрый. Потому что российское законодательство содержит правовые пробелы. И главный правовой пробел в том, что Уголовный кодекс не содержит ответственности за отказ от прохождения военных сборов. Нет такой статьи, как уклонение от призыва на военные сборы. Есть статья уклонения от призыва на военную службу, но это к данной ситуации не относится. То есть, если вы отказываетесь проходить военные сборы, там военный команд может вам хоть каждый день за вами бегать и грозить, грозить, что если вы не поедете, то на самом деле ничего не будет. Никто не может возбудить никакого уголовного дела, никакой ответственности за это нет. Ни административной, ни уголовной. Есть ответственность административной в виде штрафа от 500 до 3000 рублей за неявку по лично полученной повестке. Но, на мой взгляд, это меньшее зло, нежели оказаться на военных сборах и быть готовым потом поехать в числе первых на войну. Но тут каждый выбирается. Примудительно доставить могут на военные сборы? Нет. У полиции нет таких полномочий, тем более у военкоматов таких полномочий. Ну, еще у меня вопрос о том, кому вы сейчас помогаете. Вы, я имею в виду школу призывника, и вы как главный директор в этой школе. Вот, насколько я понимаю, люди, которые не понимали, куда идут, они уже закончились. Они вернулись, они остались, они в плену, но они вот уже... Мы имеем дело сейчас с теми, кто точно понимал, какой контракт он заключает, на какую территорию он идет и что он делает. С какими запросами в этой связи они обращаются к вам? Ну, наша организация всегда работала с призывниками. До этого года наши целевые аудитории были только призывники. Мы помогали гражданам, собственно, реализовать их право на защищать права в связи с призывом на данную службу. В этом году, как раз из-за войны, мы стали работать с военнослужащими. В основном и главным образом это те военнослужащие, которые хотят отказаться в дальнейшем участии в войне, хотят досрочно расторгнуть контракт и досрочно уволятся с военной службы. И у них возникают серьезные проблемы. Это первая, основная категория. Примерно в цифрах, вот сколько у вас таких обращений? Ну, по-разному. От двух до десяти обращений в день бывает. Раз на раз не приходится, и все зависит, в том числе от интенсивности боев. Первая большая волна была сразу где-то через месяц после начала войны, когда на территорию России стали выводиться воинские части, которые были 24 февраля заведены на территорию России. И это люди действительно, которые считали себя обманутыми, что их везли на... Им говорили, что про учение, что они направляются на учение, а их фактически бросили вот в активные боевые действия, многие из которых там, собственно, погибли. И вот это была первая массовая волна от казняков. Там просто воинскими подразделениями уезжали, но это не составляло большой проблемой для Минобороны, потому что начался как раз кампания по набору добровольцев, и она стартовала достаточно успешно. Поток желающих пойти послужить за деньги, за большие деньги был очень большой, и это нивелировалось. Сейчас поток от казняков, по нашим внутренним ощущениям, достаточно большой. Он представляет собой уже угрозу для Министерства обороны, оно неравничает по этому поводу. И именно по этому поводу возникла история, если вы слышали, с Брянкой. Это такой центр психологической реабилитации, как его назвали, военнослужащих, где вот собирали со всего фронта военнослужащих от казняков, где их там физически, морально перемалывали для того, чтобы они изменили свое мнение и остались воевать. Но с помощью прессы, с помощью правозащитников, с помощью непосредственного участия родителей этих военнослужащих, которые не побоялись туда поехать, разобираться, удалось этот лагерь закрыть. Но что возникло после него, нам неизвестно пока. На военнослужащих все так же оказывается давление, все так же угрозы, в том числе там, не знаю, развернешься, мы тебе в спину выстрелим, условно говоря, да, не принимают оружие, без оружия, вернее, с оружием на территорию России перебраться нельзя. Ну и другие препятствия чинят. Сейчас, кстати, пошла волна новых отказников, которые качественно отличаются от предыдущих. Это добровольцы, которые заключили краткосрочные трехмесячные контракты, и которые, ну не многие, а какая-то часть из них уже после месяца, двух месяцев службы, готовы досрочно расторгнуть даже такой срочный контракт. А что с чинами тут хочется спросить? Это люди, которые понимали, куда идут, делали это, видимо, по велению не только дыры в бюджете, но еще и сердце, и тут вот после двух месяцев они решают отказаться. Что их мотивирует на это? Ну, я не психолог, я не залезаю в голову, и, собственно, меня их мотивы не интересуют, но, судя по всему, их реальность, которую они увидели, с которой они сталкиваются на фронте, она не совпадает с теми красивыми тренинками с телевизора, с теми красивыми там агитацией, которые проводят военкоматы и другие организации, и с теми обещаниями, которые дают российские власти. Что конкретно их там вынуждает отказаться, я не знаю. Для меня важно, чтобы на фронте осталось как можно меньше людей, чтобы меньше людей шли на войну, чтобы она быстрее закончилась. Ну что, мы можем пожелать только успеха вам в этой задаче. Очень хотелось бы, чтобы это произошло прямо сегодня. Спасибо большое и за вашу работу, и за комментарии. Это был Алексей Табалов, исполнительный директор школы призывника. Благодарим и до встречи. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.